Особое мнение. Вы с нашим слушателем можете с нами поддерживать связь с смс-ками. Плюс 7 921 970 2240. Ждем ваших вопросов и замечаний. Знаете, первый вопрос будет как бы таким эхо. И таким откликом на эхо. На только что прошедший выпуск новостей. Там была информация с биржи, что слабеет рубль. Вообще последние дни какие-то такие довольно тревожные сообщения. Сначала кто-то там сказал, что деньги кончились в очередной раз. Что нечем будет зарплаты платить, по-моему, замминистра финансов. А последние 2-3 дня упорные такие, причем даже не из экспертных кругов, а уже, по-моему, из чиновничьих кругов, идут вести, что нужно опускать рубль. Что, видимо, опять же, от нехватки денег, как я понимаю, и что сегодня вообще было сообщение, что в скорости такой доллар должны довести до 75 рублей. Ваш комментарий. Первое. Мы должны прекрасно понимать, что экономика не в блестящем состоянии. Хотя прошло очередной раз дно. Это бывает просто полочка. Когда вы спускаетесь по дну, одна полочка, потом еще глубже, еще глубже. И что самое важное, что мы как-то постоянно забываем про экономику. У нас то Олимпиада пополам с Мельдонием, то у нас Сирия, то у нас еще какие-то политические битвы. А фундамент это экономика. Что происходит? Мы прекрасно понимаем, что мы продаем сырье в основном и получаем за него твердую валюту. Если цена на сырье начинает опускаться, значит, мы не можем поднять объемы. Там практически они уже уперты в потолок. Тогда просто уменьшается объем того количества валюты, который приходит в нашу экономику. К сожалению, для руководства экономикой мы не умеем печатать иностранную валюту. И поэтому именно это количество валюты будет дальше использовано для того, чтобы закупать товары. Стало меньше валюты, стало меньше закупленных импортных товаров. А это означает, что если у вас в экономике при этом функционирует одно и то же количество рублей, то эта валюта должна стать для вас менее доступной. Это будет означать, что курс должен упасть. По существу наш курс в значительной степени прибит гвоздями к нефти. Сейчас в последние дни нефть пошла снова вниз. И тут колебания в коридоре практически мы уже понимаем теперь где-то 40-47. И, похоже, в этом коридоре есть шанс остаться довольно надолго. Но вот, собственно говоря, параллельно колеблется рубль. На это накладывается еще сезонность. Если посмотреть в кривые, как меняется стоимость рубля в течение года, то мы видим, что доллар очень дорогой в начале, потом он там медленно опускается в район мая-июня и потом начинает снова уходить вверх. И так происходит каждый год. Летом начинается спрос. За границу поехали, валюту надо купить. Прочие проблемы накапливают многие валюты в концу года. Это все сказывается. Вот кривая просто она видна. И еще одно обстоятельство, которое было, конечно, отмечено, это связано даже с первым объемом того, сколько мы валюты получаем, что постепенно в последнее время торговый баланс начинает двигаться к нулю. То есть импорт подрастает и упирается в объем экспорта. Как только импорт становится сопоставимым с объемом экспорта, то есть вся валюта вошла, вся валюта вышла, а еще нужны накопления, она начинает дорожать. Что ее становится труднее купить. Вот это, собственно, те процессы, которые постоянно происходят. Что касается экономики в целом, то пока мы не видим каких бы то ни было сигналов на то, что экономика пошла в рост. Самые главные вещи. Да, там что-то может в промышленности подрасти, это хороший сигнал. Сельское хозяйство как-то немножко может пошевелиться. Но главное, по-прежнему падает объем розницы. То есть то, что люди приносят в магазины и покупают, у них просто денег элементарно стало меньше. И практически не растут инвестиции, а и даже падают. То есть и предприниматели также не готовы вкладывать деньги для того, чтобы развивать производство. А если нет притока денег через розницу и нет притока денег через закупки предпринимательских инвестиционного спроса, то экономика начинает сжиматься. И это вот кольцо, дальше снижаются зарплаты, дальше снижаются прибыли. Возникает воронка, которая засасывает вас туда вниз. И у этой воронки, вообще-то говоря, дна нет. Вы можете падать туда бесконечно долго. Когда наступает разворот? Когда в какой-то момент, почему-то вдруг в обществе, это очень своеобразные вещи, возникает уверенность, что завтра будет лучше. Что если мы сейчас упрёмся, вот сделаем это, это и это, чтобы предприниматели понимают, что они готовы вкладываться, работать там, не спать, крутиться. Человек, который пришёл на работу, тоже понимает, что если он сегодня отработал, взял две работы ещё, он получит больше денег, и ему будет лучше. Вот этот общий климат доверия и страх сменяется на ожидания, что уверенность в будущем, тогда поворонки начинаются движением вверх. И вот это очень тяжело понимается нами, и тяжело понимается даже нашим руководством, что экономика, я ещё раз говорю, это не автомат газировки, или там какой-то ещё. Сунул туда денег, оттуда тебе стакан воды, или оттуда булочка упакованная выпала. Вся экономика – это решение людей. Вся экономика – решение людей. Покупаем, не покупаем наше решение в магазине, или отложили. У предпринимателя строим, производство разворачиваем, или наоборот сворачиваемся, или ждём. Вот то, что сейчас наблюдается. И эти решения людей вообще-то заря зависят от настроения. Как это неудивительно. И вот сейчас, вообще, пока настроение было транслировано сначала из самого верха, в том числе, что будем ждать. Вот поднимется нефть, и наши все лодки всплывут, и мы плывём дальше. А лодки не всплывают. И в прошлый раз такая история продолжалась 16 лет. Нефть упала в 86-м. И поднялась, по существу, в 2002-м. Пошла вверх. Вот эта горка пошла. И ещё по дороге был провал 98-го, когда нефть просыпалась ниже 10 долларов за баррель, которая обеспечила нам дефолт. Вот тяжелейшие 16 лет нефтяной пустыни. И нас никто не гарантирует от того, что сейчас, ну, десяток лет мы можем в этих трудных условиях жить. И ещё одна, конечно, вещь, которая характерна для нас, и для многих стран соседних. Нас всегда учили, что всё, что не происходит, это благодаря тому, что партия решила и сделала. То есть мы-то вообще ни при чём. Вот благодаря спасибо партии, что это появилось, спасибо партии, что то появилось. И реально убедили, что если что-то может произойти, то только потому, что там наверху... Что-то решат. Что-то решат, колёски подкрутят, кого-то посадят, куда-то что-то деньги переместят. И более того, даже само руководство верит, что вот если мы все эти пассы произведём, экономика вдруг пойдёт вверх. — Соберём очередной совет. — Совет соберём, посовещаемся, решим. — Пусть экономика растёт. — Да, выделим деньги туда, направим деньги сюда, а потом раз, деньги исчезли. Как говорил Ельцин, чё-то ты знаешь, куда деньги делись. А результатов ноли. И вот эта вот уверенность, что, во-первых, ничего делать не надо, золотая рыбка, всё это само будет, скатерть, самобранка, и уверенность верхов, что мы сейчас вот тут вот это всё правильно отстроим, команду дадим, оно будет расти, приводит к тому, что все сидят, ждут, и ничего не происходит. Вот это состояние сейчас глубокого пессимизма и недоверия к развитию событий, это, собственно, та доминанта, которая ведёт к падению рубля. — Хорошо, а если вот это всё, что вы нам сейчас только что рассказали, перевести на язык политики, то не получается ли так, что власть наша, всё-таки, несмотря на ожидания золотой рыбки или ещё чего-то, всё-таки обеспокоена, понимает, что предстоит, и я хочу ещё раз вернуться с этим кадровым перестановкам массовым, да, прошлой недели, и в связи с этим, значит, вот решает укрепить, правильно ли я думаю, правильно ли я глагол подобрал, значит, власть на местах, во многих местах, значит, очередной порции силовиков. — Да, есть ощущение, что политические власти понимают, что тяжёлая ситуация, что экономический штормить будет дальше, при этом не готовы к серьёзным действиям, движениям, какой-то мобилизационной, в хорошем смысле, программе, и есть желание всё просто здесь дамбу сделать повыше, авось не прорвёт, здесь что-то тут прибить, берёвочкой подвязать, палочкой подпереть, и как-то всё это вот, пускай оно стоит. — А где такое ощущение, что вот дотянуть до 2018 года? — На 2018 году? — А там вот и кудринские реформы, там вот изберут ещё раз, вот тогда уже можно и реформы проводить. — Ну, психология присутствует нам бы ночь простоять до день продержаться, это видно, потому что принимается решение краткосрочной стратегии, и второй момент, вот эта психология, что надо просто подождать, она была заявлена, и всё вернётся, уверена, что опять нефть нас поднимет, она, конечно, губит. Надо просто для себя принять решение определённое, что давайте исходить из того, что нефть не поднимется, давайте исходить из того, что нам надо жить в этих условиях, и давайте определяться, то, как мы будем это делать. А это означает, что нужна достаточно ясная и понятная экономическая программа, которая предлагается гражданам, которая не только говорит, что правительство будет делать то-то, но которая является в определённом смысле гарантией, что здесь будет возможность строить, производить, развиваться, и так далее и тому подобное. Это требует серьёзных решений в экономике, убирания лишних всяческих препон в развитии, серьёзное установление контроля над силовым блоком, который не должен вмешиваться в каждом шаге, в экономический блок, до определённый объём политических гарантий, с тем, чтобы люди поняли, это можно делать. И предприниматель бы начал крутиться. Но и это, вообще-то говоря, требует, конечно, чтобы власть практически ударялась оземь, обратилась чайкой. Чаще всего в мире, конечно, всегда... Это звучит, обратиться чайкой, это звучит, двусмысленно. Да, как песня, ну-ка, чайка, отве чайка. И чаще всего, конечно, это происходит в ситуации, когда снова баланс надежд и разочарования сменяется на надежды, когда происходит смена. Это тот психологический механизм, который работает по всему миру. Приходит новая команда, которая говорит, мы не отвечаем за предыдущее, мы сейчас всё сделаем как надо, идёт прилив энергии. Мы помним, как это происходило, когда произошла смена Ельцина на Путина, какой объём, вот просто я знаю, люди приходят, ну, сейчас-то мы всё сделаем, давай запускаться, всё переделаем, сделаем как надо. Это человеческая психология, её не переделаешь. Такого перезапуска. Перезапуск, Вот я так понимаю, что если не сидеть, не ждать чуда, ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа, Николая Бердяев, то тогда, конечно, вообще-то говоря, нужно перезапускать политическую систему, ну, что пришлось сделать в перестроечные годы. Ещё один вопрос, связанный с этими кадровыми перестановками, он такой личный, личный вам, Сергей. Вы же были полпредом, он первым полпредом, да? Можно сказать первым, но формально вторым. До меня 60 дней полномочным представителем был Юрий Фёдорович Яров до того момента, как он стал заместителем председателя Верховного Совета. Ну, хорошо, одним из первых, тем не менее, это полпредом президента. Ваше мнение, а, насколько изменился сам институт полпредства за эти годы, б, что такое полпред сегодня, ну и, конечно, всё это применительно к новой ситуации именно в нашем северо-западном регионе, где появился новый полпред, господин Суканов, бывший губернатор Комендаринской области. Вот тогда мы, конечно, должны замернуть чуть пораньше. Полпреды возникли сразу в 1991 году, в конце, вот появляется новое центральное руководство, по существу Советский Союз понятно, что заканчивает, избран новый президент в 1991 году, а в регионах по-прежнему жизнь продолжается так, как была. Есть желание владеть ситуацией и мысль отправить туда комиссаров. Ничего другого с ходу каких-то идей не было. Послали полномочных представителей, в значительной степени это из депутатов союзных, российских. Во все субъекты федерации? Да, тогда посылали. Сразу же, во все субъекты федерации, но не во все назначили сразу. Там довольно долгая история была с республиками, туда полномочных представителей не посылали, там был постоянный представитель. Это была сложная история. У них особый норов, и они воспринимали это нервно. Давали мандат, давали пистолет, пожалуйста, берите пистолет, это так реально было, и вперед. И вот ваша задача, в целом определена направление, а дальше простор творчества. Удивительный, но и непростой. Конечно, в регионах началась битва губернаторов, или там в тот момент это были председатели советов народных депутатов, часто это были выходцы в вчерашней первой старе обкомов горкомов партии с полпредами, кто там главный. И настолько это было существенно, что вот собирается съезд народных депутатов российский в начале 1992 года. Там два основных пункта. Это почти всегда каждый съезд. Первый пункт прекратить экономические реформы, второй пункт ликвидировать институт полномочных представителей. Насколько это было серьезно. И Ельцин взял паузу в феврале. Со мной собеседование было в январе 1992 года. И после этого, где даже в декабре, по-моему, да, в декабре, он не проводил назначение. Он думал, что сделать. В этот момент начальником контрольного управления становится Юрий Юрьевич Болдырев. С ним знакомы еще вместе работали в союзном парламенте. И он привлекает меня к разработке. Как здесь мы взяли совершенно осознанно образец. Это институт префектов во Франции, который в свое время вводил Наполеон ровно для того, чтобы держать страну как единое целое, чтобы она не расползалась по швам. Четыре основных позиции. Первая это представление президента в регионе, это общение с гражданами, выступление, разъяснение, убеждение, все, что называется политической работой в чистом виде. Вторая вещь, это информация, обратный канал связи, помимо всего прочего, что есть каждый месяц аналитическая записка, записки по определенным вопросам, и надо сказать, что это работа, можно приводить примеры. Третья позиция, это контроль за исполнением указов президента, президента, законов и так далее и тому подобное. Скажут, масса институтов есть, но в значительной степени это все лежало в состоянии ожидания, непонятно, чего делать, иногда приходилось продавливать, чтобы что-то исполнялось, потому что никто не хотел этого делать. И четвертое, это координация фактически всех федеральных территориальных подразделений, федеральных органов власти. Например, в Петербурге у нас было 50 с лишним, некоторые министерства просто уже не понимали, что там происходит особенно в революционное время, некоторые руководители вообще там месяцами на работе не являлись. Два федеральных подразделения, например, вдруг выясняется, что у них только один общий начальник президента, больше никого нет ближе. И поэтому вот работа полпреда на ведение согласованной порядка, проведение согласованной политики, вот такая была позиция. Собственно говоря, эта работа делалась. Да, там не было финансово-хозяйственно-распорядительных органов, как нам кажется, что это главное. Если ты, мол, деньги не делишь, что у тебя за власть? Но вот есть, например, такая интересная власть духовная, церковь, которая, собственно говоря, ничего не делит, денег не раздает, имущество между гражданами не распределяет, скорее всего, обратно, только собирает. Но, тем не менее, люди идут, потому что им нужно рассказать свои беды, им нужно посоветоваться. И вот это огромный объем работы, общения, взаимодействия, ну, это время, которое требовало. А в наших условиях люди постоянно хотят по любому поводу обращаться к президенту. Проходилась лестница, письмо президенту, с соседями проблема, письмо президенту. Поэтому у нас там прием, например, проводился каждый день у меня, каждый день сотрудники сидели и работали на приеме. Тяжелейшая работа. Этот институт, конечно, прошел большую эволюцию. И эта эволюция... Я прошу прощения, вот смотрите, в начале 2000-х, когда Путин пришел к власти, у него новый, как бы, появился институт, Палпин, в округах. Он разбился, проложен на округах. Это стало меньше. Да, это, конечно, так, но сейчас мы вернемся к округам, поскольку в 1996-м году, когда была избирательная кампания, я написал большую записку о необходимости создания федеральных округов. Этот весь информационный материал, конечно, утек в прессу, и была статья, что Чувайс готовит вообще тут вот это, Кремль в каждый округ со ссылками на мою записку, которая была передана всего несколько экземпляров, ничего не удержать. Идея была ровно противоположная. Не убрать функции из регионов и сосредоточить их на федеральном уровне, а создать федеральный округ и туда по максимуму передать функции из центра, чтобы можно было еще больше децентрализовать принятие решений, управление, координацию. Поэтому идея не новая, по этому поводу я статьи писал. Создание федеральных округов это идея еще того времени они витали в воздухе. Но другое произошло. Вот когда Владимир Владимирович стал первым руководителем, первым заместителем руководителя администрации президента, он курировал тем самым полномочных представителей. И проводил совещания на северо-западе. Собрались полномочные представители, все оговорили, обсудили. И у нас там такие были политические монстры, которые с 91-го года, да еще и с депутатских времен, конечно чувствовали себя такими мощнейшими бойцами политического фронта. Но и задали вопрос, Владимир Владимирович, ну а как вот вы видите место этого института в общеполитической системе страны? Значит, ответ был следующий, что, вы знаете, я представляю себе полномочного представителя как офицера связи. в смысле, пакет оттуда, информация оттуда. Получил команду, иди исполняй. Нет команды, сиди, как говорится, и собирай информацию. И вот на самом деле это модель... Это модель вертикали власти. В вертикали, причем военной структуры. Мы сейчас как раз с назначением-то и подходим. А эта вот модель организации общества как военной системы, она представлена в головах достаточно большой части нынешней элиты и пытается устроить гражданскую систему как военную. И уже об этом говорили, что общество, это вообще-то исторически выработало две системы организации управленческие. Это система подавления, разрушения, это военная система. И там требуется быстрота, исполнительность, лояльность, готовность выполнить приказы, и система созидания, гражданская система, которая совершенно другая. Там нужно творчество, там нужны инициативы, там нужны договоренности, там нужны столкновения. Да, конечно, конкуренция и готовность идти на риск. И вот то, что было тогда продекларировано, оно постепенно, постепенно и реально воплотилось в жизнь. Полномочные представители ушли из публичной сферы, и мы по многим регионам просто даже не очень понимаем, кто это такой, и, собственно, что там он делает. Они ушли в большей степени в решение всевозможных бюрократических административных вопросов, работают в режиме офицеров связи. Пока все хорошо, и денег много, это замечательно. Но когда начинаются трудности, начинаются экономические сложности, люди начинают крутить головами и задавать вопросы. И вот в это время, да вообще-то в любое время, нужны люди, которые в состоянии говорить, объяснять, убеждать, мобилизовывать. И если этого не происходит, то в какой-то момент неуправляемая, мощнейшая энергия масс выплескивается на поверхность, и вдруг выясняется, что нет никаких авторитетов. Она просто смывает все, собственно говоря, как происходило в России в 2017 году. Как вот не так давно, там был практически такой бунт в Болгарии, когда снесли правительство, не смогли даже найти организаторов, поскольку их не было. Это просто вот энергия недовольства, которая выплеснулась на улицу в один момент. И эта политическая работа, к сожалению, она как бы не понимается, недооценивается, есть уверенность, ну что там, деньги распределяем и достаточно. И если посмотрим то же самое назначение губернаторов, то идет, конечно, громадный объем назначения силовиков. Опять же, лояльность, уверенность, что скажем, то и сделают, но я еще раз подчеркну, губернатор это не проводник влияния из центра. Губернатор это тот человек, который аккумулирует, представляет и понимает интересы региона, иногда отстаивает их федеральным центром, а по-другому быть не может, потому что это естественный конфликт региона и федерального центра. И вообще-то, говорят, человек, который присутствует в умах граждан, потому что он в состоянии убеждать, мобилизовывать, организовывать, если эта работа в обществе не делается, то общество переходит в такой аморфно-мерцающий режим, без понимания, куда движемся и как развиваемся. Мы движемся ко второй части нашего особого мнения, которое будет после выпуска новостей. Напоминаю, у нас в гостях Сергей Цыпляев, и у нас еще много к нему вопросов. Сейчас новости, после чего продолжим. ОСОБОЕ МНЕНИЕ Еще раз добрый день. Особое мнение из Эхо-Петербурга, я хотел сказать, из студии Эхо-Петербурга. Виталий Дымарский, это я у микрофона, и наш гость, напоминаю, Сергей Цыпляев, Сленд Комитет Гражданских инициатив, Деканда Юридического Факультета Института, Северо-Западного Института Управления РАСХИНК, 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 ЖУТКИ, совершенно согласны. В общем, все понятно. Мы продолжаем. Во-первых, мы остановились на кадровых перестановках, которые произошли. Я бы хотел все-таки ваш короткий еще комментарий по поводу именно Северо-Запада, поскольку это как бы имеет для нас двойное значение. Назначение Цуканова. Это такая почетная ссылка, и вообще пост стал почетной ссылкой. Два у нас таких института, к сожалению, превратились вместо пристройки политических пенсионеров. Это Сайд Федерации, как это, не прискорбно. Это тот орган, который должен быть наиболее авторитетным в парламенте, и смирять страсти, и открезать крайности, если они возникают, и решать ключевые центральные вопросы. Вопросы войны и мира, отрешения президента, прокурор, судей, все в Сайд Федерации. Что мы имеем? И то же самое с полпредами, вот эти офицеры связи. Ну, конечно, совершенно уникальное назначение, например, это Миньяйло из Севастополя в Сибирь. И все, что про Миньяйло говорить не буду, можно прочитать. Но если такая классная классная идея ротации, но когда вам вдруг ни с того, ни с сего падают люди из Крыма в Сибирь, то местные вообще сообщества начинают воспринимать федеральную власть как колониальную администрацию. И взирать, кого нам еще завтра пришлет. Вот наместника. Здесь в Северо-Западном округе немножко по-другому. Все-таки есть некоторые отношения к округу. Но тем не менее, тем не менее, как патриот Петербурга, мне, конечно, обидно, что у нас Петербург уже в последние годы в нем не могут найти полпреда. Уже два полпреда прежних предыдущих был исходно из Нижнего Новгорода. Булагин? Да, Булагин. Пошел полную карьеру от оперативного сотрудника до первого заместителя ФСБ и заместитель секретаря сайта безопасности. Конечно, это была уже такая почетная должность. И Цуканов, новый полпред, Николай Цуканов, я бы сказал, не снискал лавров политического тяжеловеса или грамотного управленца при работе в Калининграде. Там целый веер скандалов, который идет сюда. И еще раз подчеркну, что в общем общеобразовательный уровень, к сожалению, система тоже падает. Можем вспомнить, когда-то было время, когда мэр города, это был выпускник университета, доктор наук Анатолий Александрович Собчак, полномочный представитель, ваш покорный слуг глава, выпускник университета, кандидат физико-математических наук и председатель законодательного собрания, выпускник университета, экономический факультет, Александр Беляев. И вот теперь мы понимаем, что доходим до уровня, когда широчайшая дискуссия о состоянии образования полпреда, где оно на самом деле остановилось, и два выходца из военизированных структур, губернаторы, председатель законодательного собрания. Вот, собственно говоря, реальный символ той эволюции, которой прошел город. Еще один кадровый вопрос, как мне кажется, для меня был вообще самым важным, честно вам скажу, потому что как-то все шло на последнем месте, это замена посла на Украину. Ну, он на самом деле важный вопрос, хотя... И вот в этой связи, потому что всегда назначение нового посла на дипломатическом языке, это очень важный шаг, который демонстрирует то ли изменение политики, то ли подтверждение политики. В общем, это знаковая всегда вещь, да, с этой точки зрения появления Бабича в качестве посла. Я только скажу, что вот назначение полномочных представителей это не менее знаковая вещь по отношению к региональным элитам, а самое главное гражданам, которые там живут. Просто мы об этом вообще не думаем. Вот кого прислали, тем мы будут довольны. Конечно, внешняя политика всегда у нас была более таким серьезным занятием, но это показатель на отношение к их проблеме и к стране. Мы назначаем на бывшие республики Советского Союза длительное время непрофессиональных дипломатов, которые приносят все то, что они приносят из своей работы. Потому что, ну что там, русский язык достаточно, английского не надо, ну и будем туда назначать разных тоже отставников, которых мы туда отправляем. И результат такого отношения, вот у нас же не было еще по-серьезному профессиональных дипломатов на Украине. Вот те проблемы и то, это стратегическое поражение, что мы потеряли Украину, это невероятное стратегическое, историческое, экономическое, политическое, геостратегическое, какое хотите поражение, в значительной степени связано с тем, что там не выстраивалась нормальная политика. Я скажу одну короткую историю. Балтийский форум, Рига, там встречаются представители Совета по внешнеоборонной политике, Центр Согласия, Урбанович и компания, все задачи, чтобы найти какой-то вариант успокоения, какой-то разрядки нормальных отношений Россия-Латвия. Дает прием посол Калюжный, бывший министр энергетики, и собрав при этом всех, ну, элитную часть участников российскую и латвийскую, и она пытается объяснить, как он понимает латвийскую политику. Это объяснение звучит так. Вот идешь, бывало, по деревне, а за тобой, говорит, бежит собака, и вот она тебя кусает, кусает, и, говоря, показывает, как правой рукой, как левой, как кусает эта собака, как дашь ей ногой. Вот так, собственно говоря, и с латвийской политикой. Я не знал вообще, говоря, мне было желание провалиться сквозь землю, по большому счету, когда это все происходит под знаменем, под гербом, в присутствии дружественной части, с которой мы строим общение, которые реально готовы с нашей разговаривать. Это российский посол. Вот это такая картина, которую я на выдал. Это довольно эффективный менеджер. Ну, все это, понимаете, какая вещь, дипломатия, это особое искусство. Там вопросы такта, вопросы понимания, вопросы владения ситуацией. Вообще-то говоря, как утверждают многие люди, надо относиться с интересом и с определенным уважением, а может даже к любой стране, куда ты поедешь послом. Это должно быть твоим профессиональным занятием. Как что мне рассказывали, по крайней мере, что, как, например, вел работу Зурабов, он считал, что он, в общем, прокуратор Украины. И, соответственным образом... Тем не менее, говорят, что у него очень хорошие там отношения, у вас с вами руководителя. Это одно и другое не исключают. Но американскому послу нужно было записываться в очередь на прием, чтобы товарищ Зурабов его принял. Вот это приблизительно так. То есть там есть возможные мелкие послы, а мы здесь вот главные. И тем не менее, дальше выясняется, что все это Госдеп устроил. Вот эта вот удивительная история. Поэтому я бы так сказал, что хотелось бы видеть назначение на эти республики, а тем более ключевые наши страны, с которыми у нас обязано быть в истории теснейшее взаимодействие, конечно же, профессионалов в самой высочайшей пробы, а не отставных. Назначение силовика это не сигнал продолжения или переориентации опять же на силовое решение? Я думаю, что посол воспринимается сейчас тоже как офицер связи. А это десантник бывший по своему исходному образованию. Его туда... Его десантировали. Десантировали. И поэтому посол не воспринимается, похоже, как серьезный институт и инструмент, по крайней мере, на территории бывших союзных республик. Ну вот, со всеми вытекающими последствиями аля колюжные. Сергей, у меня, знаете, еще, поскольку мы уже теперь заговорили о внешней политике, я бы хотел еще повернуться лицом к Сирии. Ну, каждый... Ну, не каждый день, конечно, у нас в последнее время все чаще и чаще, к сожалению, приходят очень грустные сообщения. Вот вчера, да, вчера это было, вчера, когда в Ми-8 пять человек против были. После того, как мы заявили о выводе войск, значит, вот сегодня была такая грустная статистика, 14 человек погибло, да, то есть растет количество погибших. Меня, знаете, что, я помню, вот, Чеченская война. В обществе, в общем-то, было какое-то движение нравственное, если хотите, да, помимо политики, помимо всего прочего, гибнут люди. Вот сейчас гибнут наши там солдаты, наши ребята. почему, за что и главное, то есть, может, это и не главное, но у меня был вопрос, почему не реагируют на это общество? Ну, прежде всего, конечно, это война, и это надо реально понимать, это не какая-то телевизионная картинка, и мои самые глубокие соболезнования родным, близким, погибших наших ребят, конечно, бесконечно жалко. что происходит, почему общество так реагирует? Я бы так сказал, что, конечно, было другое время, другие настроения. Еще очень важно, что бы кто ни говорил, все-таки все граждане, для них глаза, уши, а в последнее время похожие и мозг, это средства массовой информации. И если тогда любые события приводили к тому, что пресса реагировала, очень жестко критиковала органы власти, сколько все получало Ельцин и правительство за все то, что происходило в Чечне, все любая ошибка, все рассказывалось, объяснялось и так далее, и была определенная атмосфера, то сейчас по многим причинам свобода слова сильно ограничена. Поэтому разговор идет такой на основных каналах, ну, да, это вот событие, которое как бы на войне неизбежно. Идем дальше. Что касается утверждения, что мы войну закончили, я вообще думал, что в какой-то момент мы просто скажем, что война закончилась, объявим себя победителями, а дальше все будет продолжаться так, как продолжалось. Но по существу, как будто это объявление об окончании войны и нашего там участия в значительной степени позволило всем выдохнуть и как-то отвлечься, и решить, что там уже ничего не происходит. А на самом деле все продолжилось. Может быть, ни в том количестве, ни в том объеме, есть реальная жизнь. И в связи с этим у нас еще есть там 40 секунд. Вот пришла смс от Елены. Смотрю на город, на Петербург, люди в кафе, ресторанах, магазинах, много наших туристов гуляет. Когда же, по вашему мнению, люди ощутят кризис? Это к вопросу сегодняшнего. Я думаю, что в очень многие страны мы приедем, мы увидим тоже гуляющих людей, особенно на курортах. Люди же живут в любых условиях. А то, как они живут, как они решают вопросы, чем накормить ребенка, как сегодня его собрать в школу, где взять деньги на лекарства пенсионерам, это же не видно, когда вы ходите по улицам. Люди улыбаются и стараются, конечно, не терять оптимизма. Другие в любых условиях, но тяжесть жизни, она постепенно нарастает. Я думаю, что нам придется принимать очень много ответственных политических решений, причем всем обществом, чтобы это преодолеть. Спасибо. Это был Сергей Цепляев. Особое мнение. Передаем слово новостям. Особое мнение.